Здравствуйте, меня зовут Сергей Исаев и это Вести Авто. Сегодня мы заглянем в третий глаз автомобилиста, узнаем, что же общего между машиной и кошачьей лапкой, устраним проблемы старения и устроим тест-драйв нашему общему японскому знакомому. Этого зверя вырастили в Англии, хотя имя у него типичное восточное. У него богатое родословное и знакомые многим родственники. Его имя Тойота Авенсис. Умельцы с Туманного Альбиона запустили эту машину в серию в прошлом году. Утверждают, что разгоняется она до 100 километров за 9 с небольших секунд. Но при этом ест очень мало. Это и многое другое мы и решили проверить. Обычно автомобиль ездит по конкретным дорогам города. И мы решили отправить наш Авенсис по дорогам прямо в центр. Ну что ж, дорогие друзья, вот я и прикоснулся к знаменитому японскому левому рулю. Могу сказать одно, что держать его гораздо проще, чем японские палочки. Как я обожаю кататься на чужих машинах, если бы не знали. Не надо объезжать ямки. Можно тормозить резко. Кстати, тормоза хорошие. Ну что ж, друзья, попробуем знаменитую кнопочку спорт. Кнопочка не подвела. Ну, во-первых, кнопка работает. Во-вторых, она передает механизму автомобиля какие-то свои сигналы, понятные только ей. Автомобиль действительно более подрывисто в горочку нас везет. Эх, такую бы кнопочку нашим спортсменам, друзья. Нажал кнопочку и заиграли наши ребятки в футбол. И как давай всех выигрывать. Коробка абсолютно с горки едет прекрасно. Динамичная, я бы даже сказал. В данный момент расход у нас меньше 10 литров. На самом деле вариатор не чувствуется, что он как-то проигрывает автомату, но ест он гораздо меньше. По динамике разгон, я, честно говоря, разницы не замечаю. Климат-контроль раздельный. Отдельно для пассажира, отдельно для водителя. То есть не возникает вопрос, открой окно, нет, закрой. Давай похолоднее, давай нет, давай пожарче. Каждый для себя выбирает то, что удобно ему. Знаменитые попрошайки. Конечно же, без них никуда. В авенсии предусмотрена специально отпугивающая функция. Она говорит, уйди отсюда. И он уходит к автомобилю, у которого не предусмотрена эта функция. Дорогие друзья, часто во время движения на дороге вам нужно запомнить какую-то информацию, заснять какой-то сюжет. Человеческий мозг не способен на это и следить за дорогой, и запоминать, а тем более уже записывать. Наконец-то, наконец-то появилось решение вашей проблемы. Это видеорегистраторы. Подробнее о них в нашем следующем сюжете. Перед тем, как вставить ключ в замок зажигания, каждый четвертый российский водитель делает это. Крепит на лобовое стекло третий глаз своего авто. Он не моргает, не следится. Внимательно следит за дорогой и запоминает все. Регистратор пишет картинку на карту памяти формата SD или microSD. Угол обзора от 70 до 140 градусов. Чем выше разрешение матрицы мини-камеры, тем выше качество изображения. Работает дружелюбный агрегат от прикуривателя или вообще автономно? Его главная задача – борьба за справедливость. Такие ситуации возникают, я думаю, почти каждый день у каждого автолюбителя. Это или же какое-то происшествие на дороге, кто-то кого-то подрезал, ДТП, споры с сотрудниками ГИБДД или банально, какую-то информацию на дороге запомнить и дальше отсмотреть. Статистику спасенных всевидящим оком водителей не ведут, хотя курьезных случаев, которые попали в объектив регистратора, хватит уже на сериал под названием «Глаз Алмаз». Третий глаз автолюбителям открыли в 2007-м сотрудники НАСА. Тогда видеорегистратор отправили на орбиту в спутники. Автономная камера следила за поведением рептилий. На дорогах планеты Земля попадаются куда более беспокойные объекты. Видеорегистраторы делятся на разные, ну, видите, ситуации на лицо. Человек идет, разговаривает по телефону, ничего не видит. Ну, разве так можно? Если нас остановил бы сотрудник ГИБДД в данной ситуации, я думаю, было бы объективно для него показать тот сюжет, который мы сняли. Потому что на нем видно конкретно, что девушка шла с телефоном, разговаривала, не смотрела на дорогу. В принципе, такие ситуации бывают каждый день с каждым человеком. И я думаю, что наличие видеорегистратора, безусловно, бы помогло от дальнейших неприятных разговоров с сотрудниками ГИБДД. Автолюбители-оптимисты уже сравнивают гаджет с черным ящиком самолета и надеются, что через пару лет видеорегистратором наградят каждый новый автомобиль прямо на выходе с конвейера. Тогда младший брат видеокамеры всегда будет следить за дорогой. Минусы. Это, конечно же, парковка. Я попробовал припарковаться и в центре, и в достаточно просторном месте, где можно это делать. Клиренс вопросов нет, не возникает. То есть на бордюры я не смотрю, клиренс устраивает полностью стандартные, подстандартные наши новые поребрики. Но датчиков парковки в стандартной комплектации нет. Я уж не говорю про камеру заднего хода. Что касается обзора, небольшой минус. Ну как минус? С одной стороны, это плюс. У меня такое ощущение, вот сейчас еду, и машина у меня заканчивается, где заканчивается стекло. То есть стекло, и сразу же пошла дорога. То есть, в принципе, мне все видно, все хорошо. Но все-таки ориентиры и габариты капота в принципе не видны. Где заканчивается машина, реально, я думаю, со временем, конечно, вы начнете это чувствовать. Одна из самых главных частей в любом автомобиле – это амортизаторы. В данном автомобиле свои, родные, надежные, хорошие, устойчивые, прочные. Но, друзья, если вам хочется что-то подработать для себя, самое главное – обратиться к профессионалу. И у нас есть такой. Добрый день, Евгений. Сергей, привет. Что нового в мире амортизаторов? Ну, Сергей, в мире амортизаторов всегда есть какие-нибудь новости. Вот, например, компания Каяба опубликовала новость о том, что выпущена новая линейка амортизаторов – New SR Special. Это амортизаторы специально созданы для того, чтобы обычный автомобиль превратить в практически спортивный. Так, давай сейчас остановимся и начнем с этого места поподробнее. Для чего все-таки нужны амортизаторы? Ну, Сергей, чтобы понять, для чего вообще нужны амортизаторы, проще всего пересесть в машину. Так вот, амортизаторы происходят от латинского слова mort, или еще вернее amort, то есть убивать. В нашем случае это убивать колебания. Для этого они, собственно, и предназначены. В природе амортизаторы встречаются достаточно широко. Например, природный амортизатор – это подушечки на кошачьих лапках. Поэтому она вот так легко и прыгает. Еще амортизаторы нужны для безопасности, для безопасности водителей и пассажиров. То есть, когда амортизаторы изношены, или бы их не было вообще, колесо подпрыгивает и в воздухе вы хоть рулите, хоть что вы делаете, вы своей машиной не управляете. Поэтому амортизатор должен всегда придавливать колесо к асфальту. Как пример можно привести аквапланирование. Аквапланирование – это когда колесо наезжает на лужу, и образуется гидравлический клин, и машина как бы плывет по поверхности лужи. В момент заезда колеса в лужу именно амортизатор должен прижимать это самое колесо к асфальту, чтобы этого аквапланирования не возникло. То есть здесь роль амортизатора нельзя трудно переоценить. Ну что ж, друзья, вот мы и выехали на более-менее гладкий, скоростной и свободный участок дороги. И сейчас мы сможем попробовать, что же такое Айминсис с движком 1800. Поехали! Ну, отлично идет. Я думаю, что спортивного режима здесь не понадобится. На тахометре 3000 оборотов. Руль очень четко чувствует дорогу. Подвеска, никаких нареканий. Упругая, как мячик, как любят говорить автомобилисты. Вот нам даже уступают. Или нету. Или не уступают. Нет, все-таки уступают, друзья. Что же сделать для того, чтобы ваш автомобиль всегда был чистым? Именно об этом мы с вами поговорим в следующем сюжете. Вода, грязь и легкие повреждения. Этой машине теперь страшны в предпоследнюю очередь. Ради защиты автомобиль сперва моют, затем проводят зачистку микротрещин от грязи и всех прежних покрытий. Теперь машина готова к встрече с формулой. Это двухкомпонентный полимерный состав. Для чего это делается? Это дополнительный слой на окраску автомобиля. От чего он спасает? Скользящие царапины, различные мелкие веточки, некачественные мойки, соли, реагенты дорожные, выгорание цвета автомобиля. Ну и плюс всегда это великолепный внешний вид. Это более глубокий насыщенный цвет. Машина выглядит всегда как новая. Даже, наверное, лучше. Ради большой прочности поверхность дважды покрывают формулой. Можно ли отличить обработанный кузов на глаз от его не столь блестящего коллеги, проверить легко. Стоит только поделить капот пополам. Правую часть ждет встреча с тем самым составом. Левую оставят как есть. Через 40 минут две половинки снова вместе. Только правая заметно сильнее блестит и цвет куда более насыщенный. Жить с этим счастьем, грозятся владельцы формулы. Машина будет три года. Мелкие царапины, дорожные реагенты и грязь – все это ударит только по защитному составу. А лак не пострадает. Без защиты не оставится лобовое стекло. После нанесения еще одного состава вода скатывается с поверхности, словно капельки ртути. И так круглый год. Обрабатываются стекла для того, чтобы был эффект. Эффект зимой как антилед. То есть не замерзает наледь, не появляется на стеклах. В дождь она действует как водоотталкивающие. То есть у нее свойства. Значит, очень удобно на трассе, когда дождь, ливень. То есть дворниками можно не пользоваться. Машину возможно защитить не только от капризов погоды. Соль и грязь с улицы не испортят и кожу салона. Основной удар примет на себя пленка, которая образует та же формула уже на поверхности сидений. Все это не отменяет необходимости защищаться еще от одной беды. На рынке уже появились подделки состава. Ну что ж, друзья, вот и закончился наш тест-драйв этого прекрасного автомобиля. В двух словах подведем итоги, что же мы испытали и что бы нам хотелось испытать. Ну, во-первых, автомобиль красивый, узнаваемый, динамичный. Коробка себя ведет очень даже иногда бойко, особенно на режиме спорт. Можете себя почувствовать этим спортсменом. Торможение как и положено. Самое главное смотреть, чтобы сзади, близко рядом никто не ехал. Салон четверочка, но твердая четверочка. Можно, конечно, добавить неких подстаканничков, деревянных элементиков, светящихся. Но в целом хорошо. Расход, друзья, замечательный. Собственно говоря, то, что и соответствует динамике ее разгона. Будет несправедливо, если мы перечислим только плюсы. Есть, конечно же, как и у любого автомобиля, несколько минусов. Очень маленьких, но все-таки минусов. На мой взгляд, это в первую очередь не очень идеальная обозреваемость. То есть кое-где местами мне приходилось досматривать, пересматривать, привставать, страховаться. То есть хотелось бы, чтобы обзорность этого автомобиля оставляла или желала лучшего. Ну и, конечно же, как я уже говорил, это парковочные датчики. А лучше камера заднего хода. Ну что ж, здесь наши пути дороги с вами расходятся. До встречи на следующей неделе. А в будни вас ждут короткие автоновости. Счастливой дороги. До встречи. И помните, друзья, желтый – это значит приготовиться и ждать. Ждите нашу программу на следующей неделе. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok